Первые весенние лучи уже начинают растапливать снежные сугробы, однако теплые солнечные дни наступят еще не скоро, поэтому весной можно съездить в отпуск в теплые страны и отдохнуть от городской суеты. Куда поехать? Об этом сегодня. Сейчас солнце светит еще не настолько ярко, чтобы можно уже было снимать куртки и бежать на Волжский пляж, поэтому чтобы быстрее ощутить и почувствовать наступление лета, можно отправиться за границу, тем более сейчас цены на различные туры весьма приемлемы для любого человека, однако если вы решили поехать весной, то уже нужно бронировать билеты, отели, экскурсии, иначе можете просто не успеть. Я думаю, вы со мной согласитесь, что весной уже так хочется солнышка, хочется получить бронзовый загар, понежиться на солнышке, и это прекрасное время, чтобы открыть для себя какую-нибудь экзотическую страну. Например, Таиланд, Бали, Доминикана, Куба, Мексика. Стоит не забывать, что с середины апреля уже может быть дождливо в этих регионах. То есть лучше планировать свой отдых на начало марта до середины апреля. Также у каждого своего весеннего месяца есть какая-то своя страна, в пользу которой стоит решить свой выбор. Например, март богат на событийный туризм. В марте проходят во всех странах различные фестивали, соревнования, карнавалы. То есть любителям такого активного отдыха, экскурсионного, это все-таки март. Вы можете самостоятельно изучить традиции, обычаи и посмотреть, где какой праздник отмечается. Так отдых в той или иной стране станет наиболее запоминающимся. 17 марта проходит всем известный праздник в Ирландии, День Святого Патрика. Сами ирландцы говорят, что это не просто День Святого, это праздник ирландской души, где вам будет предложено море, море ирландского пива. Также в марте в Индии проходит праздник, который называется, в переводе означает «Война красок». В это время местные жители посыпают друг друга цветным порошком или обливают подкрашенной водичкой. И считается, что чем больше на вас будет, чем ваша одежда будет ярче, тем больше приятных пожеланий оставили вам ваши близкие и знакомые. Также в это время на побережье Индии разжигают костры, и местные знаменитости своими песнями и танцами развлекают туристов. Можно посетить Японию. В это время там начинает свести сакура. Соответственно, можно попасть на праздник, посвященный этому прекрасному дереву. Словами это сложно передать, это можно только увидеть. Апрель, кстати, тоже богат на различные крупные праздники. Апрель – это месяц, когда вы можете посетить, например, Тунис не только с пользой для души, но и для тела. Вас ждут в различных спа-центрах Туниса. И, кстати, этот отдых очень полюбился многим европейским туристам. 21 апреля проходит День города в Риме. А как известно, итальянцы очень любят праздники, отмечают их очень шумно. На улицах города вас ждут различные концерты, гладиаторские бои и различные дегустации вин и местных гастрономических изысков. Также в апреле прекрасная страна Голландия отмечают праздник тюльпанов. Я думаю, что тоже это стоит увидеть самому. В конце апреля в Мюнхене проходит День празднования весны. Вас ждет баварское пиво и гостеприимство. Желая во что бы то ни стало узнать новые места, где отдохнуть, редко кто задумывается о мерах предосторожности. Тропические страны, помимо ярких развлечений, горячего солнца и ласкового океана могут подкинуть неприятный сюрприз в виде опасных инфекционных болезней, часто встречающихся в южных широтах. Но нужно не забывать, что особенно экзотические страны, они могут быть опасны для туриста, если не соблюдать каких-то мер предосторожности. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Поэтому не стоит забывать еще и про традиции и обычаи той страны, куда вы едете. Обычаи других народов также следует уважать, как и свои. Отправляясь в чужую страну, позаботьтесь о своей безопасности и о здоровье. Желаю вам хорошо отдохнуть и посмотреть мир, чтобы потом было что вспоминать. Увидимся завтра.